Прогуливаясь по Сентябрьскому проспекту Карла Маркса, невольно остановишься здесь. Это место осенью особенно красиво. Золотая листва опадает на древнюю кирпичную стену. Фото на память. А после селфи приходят долгие минуты осознания. Это начало-начал, построенное, только вдумайтесь, 244 года назад. Остаток Азова-Моздокской оборонительной линии, послужившая началом официальной истории родного города. Сегодня наш рассказ о том, что было задолго до Ставропольской крепости. О том, что было после и о том, чем Ставропольский край может гордиться сейчас. Край Аграрных Побед Край целебной воды Край вдохновляющей природы и чистого горного воздуха. Здесь даже электричество добывают самым естественным и одновременно самым экологичным путем. В честь Дня города Ставрополя и Ставропольского края. Сегодня наш рассказ о том, чем Ставропольский край может гордиться сейчас. Вспомним самые яркие моменты программы «Жизнь так устроена». Чтобы поздравить родное Ставрополье с праздником. В наших силах сохранить и приумножить все то, что нас сейчас окружает. Вы смотрите специальный выпуск программы «Жизнь так устроена». Археологические раскопки, проводимые в Ставрополе и за его пределами, показывают, что люди жили здесь, на этой территории, еще за 5000 лет до Азова-Моздокской оборонительной линии. По преданию, именно здесь, на этом месте, был найден каменный крест. Отсюда и название краевой столицы – Ставрополь, город креста. Но давайте мы с вами отправимся в далекое прошлое. Настолько далекое, когда на этой территории не было ни одного человека. Зато были киты, дельфины и миллионы разнообразных моллюсков. Это было 14 миллионов лет назад. Все, что мы сейчас видим, находилось под водой древнего Сарматского моря. Примерно 195 миллионов лет назад существовал огромный океан Тетис. Затем, приблизительно 10-14 миллионов лет назад, океан Тетис разделился на два моря – Панонское и Сарматское. Последнее занимало внушительную территорию. Оно было почти 3000 километров в длину. Изначально Сарматское море было соленым, а посреди него – острова Крым и Кавказ. У моря была одна особенность, которая стала для него роковой. Оно было изолированным водоемом, не имевшим связи с мировым океаном. Со временем Сарматское море становилось все более пресным и менее полноводным. Оно начало уменьшаться в размерах, а потом произошло еще одно роковое для моря событие – со дна поднялся Кавказский хребет. Из-за этих факторов Сарматское море распалось на отдельные бассейны, остатки которых мы можем видеть до сих пор. Это нынешнее Черное, Каспийское и Азовское моря. Сарматское море оставило нам огромное наследство. Сегодня, спустя миллионы лет эволюции, предки современных обитателей морей застыли в вечности. Вот, например, отпечаток скелета Сарматского тунца. А это местная знаменитость – кит цитатерий. Вот этот скелет был найден в 1963 году. Это усатые киты, и они родственники современного синего, например, или серого кита. Только цитатерии – это такое обширное семейство – достигали длины где-то от 3-4 до 8 метров. То есть маленькие киты, но имели очень крупную голову. Вот, можете увидеть, она полностью сохранилась до наших дней. Сарматское море было холодным? Оно было довольно тёплым, мелководным. Там обитало множество видов рыб, моллюсков, там обитали морские жим, шанки. То есть это было время расцвета большого количества организмов. А тех же моллюсков было в Сарматском море настолько много, они размножались настолько стремительно, что до сих пор под Ставропольским чернозёмом сохранились пласты ещё одного ставропольского богатства – так называемого известняка-ракушечника. Этот материал обладает впечатляющей прочностью, а в отличие от кирпича, известняк лучше сохраняет тепло, да и цена доступнее. Ракушечник использовали в строительстве на протяжении многих столетий. Например, Кисловодская нарзанная галерея построена именно из этого материала. У меня в руках настоящее природное богатство Ставропольского края. На всей необъятной территории нашей родины нет другого такого региона, где сравнительно на небольшой площади находилось бы более 40 различных разнообразных видов минеральных вод. Причём это бесконечный, неисчерпаемый ресурс. Этого количества, конечно же, хватает, чтобы напоить и исцелить полтора миллиона туристов в год. В современности уже научно доказано – минеральная вода – это источник не столько силы и энергии, сколько здоровья. Она может выводить токсины из организма, пополняет запасы минералов, улучшает самочувствие и помогает в борьбе со многими заболеваниями. Сульфатная и хлоридная минералка полезны при желудочно-кишечных заболеваниях. Гидрокарбонатную назначают при лечении мочекаменной болезни. Смешанный тип помогает пищеварению, полезен при сахарном диабете. В городах Кавказских минеральных вод туристы могут отдохнуть в 20 пансионатах и 123 санаториях. Это полный пансион, бюветы, оздоровительные и профилактические процедуры, отдых для души и тела в современных спа-комплексах. Выбор гостиниц еще более разнообразный. Их по краю почти полтысячи. Открыты двери 42 баз отдыха у гор, рек, озер и водохранилищ. Но не только минеральная вода – основа туризма Ставропольского края. Сюда людей влечет еще и великая история, которая тесно переплетена с регионом Кавказских минеральных вод. В конце мая 1841 года по пути в полк Лермонтов взял свидетельство о болезни и остановился для лечения в Пятигорске. На сегодняшний день это единственное место в Пятигорске, которое сохранилось именно таким, каким его видел Михаил Юрьевич в последние пару месяцев своей жизни. Обстановка домика Лермонтова, который он снимал вместе с дядей в 1841 году, осталась в точности такой же, какой и была при жизни поэта. Четыре комнаты, гостиная, приемная, буфетная, две спальни. Хозяин усадьбы майор Челаев еще при жизни задокументировал расположение каждого предмета мебели. Здесь же под стеклом хранится еще один ценный документ – выписка из домовой книги Челаева. Василий Иванович всех своих постояльцев записывал, кто, когда, откуда приехал и сколько денег заплатили. И эту книгу он вел с 30-х годов 19 века до конца своей жизни. И вот в 1941 году появилась запись, что с капитана Столыпина и поручика Лермонтова из Санкт-Петербурга за весь средний дом получено 100 рублей серебром. В пересчете на сегодняшние деньги – 107 970 рублей. Сумма и для того времени немаленькая. Но стоит учесть, что домик под камышовой крышей предоставлял Лермонтову полный пансион. Уборка, помощь слуг в любом вопросе – питание. Музейный комплекс насчитывает 62 тысячи экспонатов, так или иначе связанных с Лермонтовым. Вот, например, посуда из соседней усадьбы Верзилиных, где поэт был частым гостем. Поднос для слуг, на котором Лермонтову подавали еду. Небольшой кувшин для молока. А на его дне неизвестный автор выцарапал острым предметом. Лермонтова, 1840. Комната Лермонтова – единственное помещение, которое выглядит иначе, чем в годы жизни поэта. Во время основания музея было решено изменить интерьер в пользу ценных подарков. Это мебель из петербургской квартиры поэта. Большой ореховый стол, покрытый зелёным сукном, и кожаное предкаминное кресло для отдыха. Они к нам поступили от троюродной племянницы поэта Евгении Акимовны. И вот уже почти 110 лет находятся в этой комнате. За этим столом Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта». А в 1841-м Лермонтов предпочитал работать в гостиной, за этим небольшим столиком, который спустя почти два века сохранился в неизменном виде. Напротив – дверь с выходом на балкон. Возможно, именно здесь, за этим столом и в этой комнате, было написано последнее стихотворение Лермонтова. Вообще, многие достопримечательности региона Ковменвод сохранились спустя столетия еще с лермонтовских времен. Например, это беседка у подножья Машука – Эолова-Арфа. Один из нетленных подарков первых и главных архитекторов Пятигорска – братьев Бернардацы. К сожалению, ни одна фотография братьев не сохранилась до наших дней. Но в современности мы до сих пор можем любоваться их творениями. Архитекторы Джованни и Джузеппе Бернардацы – уроженцы города Лугана, что в итальянской части Швейцарии. И в октябре 1822 года братья прибыли в край горячих вод у подножья Машука, очень похожий на родную Швейцарию своими пейзажами и ландшафтами. Им дали российские имена – Иоанн, Иван и Иосиф. Братья Бернардацы более 20 лет не просто работали, а творили на благоводных курортов Российской империи. Их первым значительным детищем стало здание ресторации на кислых водах. К сожалению, необдуманно снесенная в 1944 году. С основанием станицы Ясентукской в центре ее была возведена Свято-Никольская церковь. Что же касается горячих вод, то главным украшением стала еще одна ресторация – одновременно общественный центр и гостиница. Неподалеку Николаевские, ныне Лермонтовские ванны. Широкий бульвар на месте бывшего болота, ныне именуемый Цветник. Отроги Машука оживились деревьями, цветочными клумбами, павильонами, беседками, уютными гротами. На одной из площадок построили уже упомянутую Эолову-Арфу. Пролегли удобные дороги к еще одной достопримечательности – провалу. В Георгиевске братья Бернардацы построили центральный рынок, а в Ставрополе несколько аптек, гостиниц, почтовых отделений и дом управляющего. К сожалению, многие из построек братьев Бернардацы не сохранились до наших времен или претерпели значительную реставрацию. Джованни и Джузеппе Бернардацы навсегда остались в Пятигорске, оставив после себя вечную славу о нашем южном регионе в мировой истории и архитектуре. Прославил район Кавминвод еще один человек, влюбленный в эти места. Один из тех, кто проложил человечеству путь к звездам. В это сложно поверить, но прогрессивное человечество задумалось о путешествиях к дальним космическим мирам еще в XIX веке. Тогда стало понятно, что если летательный аппарат сможет развить достаточную скорость, чтобы преодолеть гравитацию Земли, то он может выйти за ее пределы и закрепиться над планетой, как спутник, подобно Луне. Проблема была только в двигателях. Зачастую у истоков чего-либо гениального стоят те, кто посвятил свою жизнь ради будущего всего человечества. В 1922 году молодой, но очень инициативный энтузиаст, инженер Фридрих Царь решил бросить работу на фабрике и воплотить свою мечту в жизнь. В течение двух лет он долго и упорно трудился, практически впроголодь, не имея средств для существования, и все-таки в 1924 году заявил, что создал самолет-ракету. В течение еще нескольких лет он трудился над изобретением топлива для ракеты, а еще Фридрих Цандер заложил основы для ветроэнергетики и солнечной энергетики. Конечно же, не каждый труд Фридриха Цандера смог реализоваться в жизнь, но тем не менее, это были первые шаги человечества к звездам. Его называют недооцененным гением, забытым между Циолковским и Королевым. Он успел принять участие только в самом начале советской ракетно-космической отрасли, но все же изобрел первый двигатель для ракет. По трагическому стечению обстоятельств Фридрих Артурович оказался лишенным заслуженного признания при жизни. Он умер в 1933 году в санатории Кисловодска. Здесь же остался навечно. Среди братской могилы героев Великой Отечественной стоит и монумент Цандера, а над ним возвышается его самое значимое творение – летательный аппарат с жидкостным ракетным двигателем. Ставрополье Ставрополье прославлено великими людьми, которые когда-то здесь бывали и оставили после себя вечную память и теми, чья жизнь началась на Ставропольской земле. Ставрополье – родина многих известных артистов, спортсменов, писателей, художников, героев. Один из них стал гостем программы «Жизнь так устроена». Олег Скрипочка Космонавт, герой России, впервые за долгое время посетил родной Ставропольский край. В День космонавтики он успел пообщаться со школьниками, посетить несколько специализированных выставок и дал интервью нашей телекомпании. Признаюсь, руки тряслись как никогда и не перед одним интервью. Безумно рада познакомиться с нашим земляком Олегом Скрипочкой. Более того, это была моя мечта. К первому полету в космос Олег Скрипочка готовился долго – почти 13 лет. Общая продолжительность полетов составила 536 суток, 3 часа, 49 минут и 2 секунды. Этот год юбилейный не только для космонавтики, но и для Скрипочки. Ровно 10 лет назад космонавт получил звание Героя России. Безусловно, для меня это знаковое событие и знак особого доверия ко мне и оценки того, чем я занимался на орбите и чем все космонавты занимаются на орбите. Ну и это, конечно, определенный стимул работать дальше, добиваться новых успехов. Для нас станция – это и космическая лаборатория, и космический корабль, и родной дом. И домоводство у меня организовать в своей жизни – это одна из важных профессиональных черт для нас. Ну и, конечно, Ставрополье – край аграрных побед. На полях выращивают десятки культур. Зерновые, злаковые, сотни гектаров виноградников и садов. На полях Ставропольского края выращивают даже хлопок. В 2021 году аграрии региона собрали более 9 миллионов тонн зерновых культур, набирая темпы развития суперинтенсивного садоводства. Фруктовые деревья растянулись на площади более чем в 850 гектаров. И уже сейчас аграрии высаживают еще почти четыре сотни гектаров суперинтенсивных садов. В крае функционирует 89 фермерских теплиц и 5 тепличных хозяйств с обокупной площадью более 250 гектаров. Всего в тепличных хозяйствах трудится около 2,5 тысяч человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно собирают почти 40 тысяч тонн томатов. Вот они, подрумяниваются под желтым светом ламп. Здесь для томатов в прямом смысле созданы тепличные, практически стерильные условия. Мы уже привыкли защищать себя масками и перчатками. Но здесь обязательно еще и халаты. Это нужно не для людей, а для томатов, чтобы защитить их даже от малейшего риска. У сотрудников, кстати, уровень защиты еще серьезнее. Сменная одежда и обувь. Для надежности регулярная дезинфекция по нескольку раз за смену. Ежедневно здесь трудятся более 8 сотен сотрудников. Свой важный вклад еще на начальном этапе вносит и овощевод Ольга. Берем растение, прокручиваем его, чтобы он ровно стоял, а ну немножко и расправляем, макушку сильно не трогаем. Очень приятно возиться с растениями. Мне нравится, я вот уже год работаю, души в них не чаю. Очень интересно и радуешься, когда созревает плод. Очень вкусный, мы их очень любим. Ну как их не любить? Ряды крошечных сладких черри сменяются более крупными и менее сахаристыми сортами. Для каждого из них отдельный подход. От семечки до первого урожая не более 90 дней. Лето, круглый год, влажный воздух и яркие лампы над головой. Светят словно солнце. Почти курорт, но сотрудникам не до отдыха. Осенний-зимний период в теплицах – самое активное время. Ставрополь не раз признавали самым благоустроенным городом. И до пандемии ежегодно росло количество людей, которые захотели стать жителями Ставропольского края. Причин для этого множество. Начиная от горного воздуха, теплого, комфортного климата и заканчивая повсеместным благоустройством. В 2021 году на Ставрополье отремонтировали в общей сложности более 600 километров автодорог. Из них почти 100 федеральных трасс свыше 300 километров дорог местного значения. Ежегодно в крае развивается промышленность. В 2021-м индекс промышленного производства в регионе превысил доковидные значения. Весомый вклад в промышленность Ставрополья вносят предприятия химической и металлургической отраслей. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, мебели, машин и оборудования. Многие мегаполисы задыхаются от промышленных выбросов и разлагающихся мусорных полигонов. А когда к этому прибавляются еще и сезонные факторы, такие как, например, смог от лесных пожаров, то жить становится практически невыносимо. Тем временем Ставропольский край ежегодно входит в топ-10 самых экологически чистых регионов России, по мнению Росстата. Здесь даже электричество добывают самым естественным и одновременно экологически чистым путем. На Ставрополье продолжает развиваться зеленая энергетика. О Ставропольских ветрах уже ходят легенды. Дело в том, что именно здесь пролегает так называемый Армавирский ветровой коридор. Мы рассказывали о нем подробно во втором выпуске программы «Жизнь так устроена». На тот момент рабочие завершали монтаж первого на Ставрополье ветропарка. Высота этой установки 100 метров, как высотка в 33 этажа. Но это только то, что доступно нашему взору. На самом деле, ветрогенератор, он как айсберг. Часть его скрыта под землей. Фундамент пролегает вглубь на 22 метра. Только так установка может устоять, потому что в районе лопастей скорость ветра достигает до сотни метров в секунду. А вес, общий вес установки – 400 тонн. В пиковые моменты ветропарк строят до 400 человек одновременно. На некоторых участках сборка происходит в две смены. Это, скажем так, конструктор для взрослых. При строительстве Кочубеевской ветроэлектростанции был учтен и использован опыт зарубежных специалистов. Подобные ветропарки уже давно популярны в Европе за счет их мощности и экологичности. Наше обучение проходило в Германии. Курс обучения продолжался две недели. Команда из четырех человек проходила обучение по монтажу, как эту конструкцию собирать. Все ребята были опытные. Было очень интересно. Мы в теории понимали, как это делается. Но хотелось посмотреть. Нам предоставили такую возможность. Мы прибыли к иностранным коллегам. Они нам показали, все рассказали. Очень много тонкостей, нюансов. Ну, очень полезно было. Чтобы электричество, полученное от ветра, дошло до потребителей, необходимо не так уж и много. Вот как это работает. Поток воздуха попадает на так называемое ветроколесо, то есть лопасти установки. При этом они могут набирать скорость до сотни оборотов в минуту. Вращение колеса передается на ротор генератора, который вырабатывает электроэнергию с изменяющимися частотой и напряжением. Она поступает в силовой преобразователь, который служит для формирования необходимого трехфазного напряжения промышленной частоты. Затем трансформатор аккумулирует электроэнергию со всех ветрогенераторов и передает напряжение на обычные линии электропередачи, по которым электричество как раз и приходит в дома и на предприятия. Ветроэнергетические установки – один из самых современных способов добычи энергии. Они используют до 50% энергии ветра из воздушного потока. Установки сконструированы с учетом изменения метеорологических условий. Для максимального использования энергии воздушных потоков они обладают системами ориентации на ветер и регулировки атаки угла лопасти. Все до мелочей, автоматизировано. Ну а внутри установки все не менее современно. Огромные преобразователи мощности и сенсорный экран, который показывает абсолютно все необходимые показатели, например, скорость ветра, температуру воздуха за бортом и направление гондолы. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодняшний день Кочубеевская ветроэлектростанция – самый крупный ветропарк в стране. И до сих пор таковым остается. Между тем, в 2021 году на Ставрополье уже работают на полную мощность три ветропарка. Уже точно известно, что всего в крае их будет пять. Также сейчас проходят переговоры о строительстве шестого ветропарка в перспективе до 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok В 2021 году Ставрополь и Ставропольский край отметили 244 года со дня основания. По меркам истории это совсем небольшой отрезок времени, но для человечества огромный. Десятки поколений трудились для того, чтобы мы с вами могли гордиться, что живем именно здесь и именно сейчас. И именно в наших силах сохранить и приумножить все то, что нас сейчас окружает.